Теперь настала пора покормить вот эту красотку, карамельку, ползучий шнурочек. Ну, уже браслетик, да, уже не шнурочек, уже ребенок подрос и смотрится посолидней. Как-нибудь будет время, сравню их с удавчиком, притулю к кому-нибудь, там, к Бурингу, к Мигелле, да, и вот посмотрим размеры. А сейчас будем кушать. Пора-пора, у нас сегодня ночь, субботы, на воскресенье. Ну-ка, красотка, ты стопудово проголодалась? О, давай, покажи мастер-класс. Скажи, я вот так могу. Вот как зарлонюсь, скажи, вот так вот. Попробуй найти, где начало. Где-то там она уцепилась, все это обхватила. Кто не в курсе, это заморозка, галыши-крысы. Что-то там была одна девушка, спрашивала, что это котята или щенки, и что это на крысы не похоже. Я ей сняла видеоответ, и его заблокировали, как за насилие и всякую хрень. Ну, к сожалению, да, у тиктока сейчас проблемы с логикой, поэтому бывают жизни огорчения. Так, солнце, переворачивайся давай. Давай-давай. Вот там оно, да, вот там. Вот ищи, ищи. А если перевернешься в нужную сторону, вообще легче будет. Потому что сейчас на спинке лежишь, пузиком кверху. О, это я там нашла еда под низом. Там, там, скажи, тоже есть. О, все. Поза какая интересная. Это я нашла. Хоть какое-то направление уже легче. А кушать-то хочется. Но оно реально с каждым месяцем становится красивее. И еще у нас пошел скачок роста. Так что дети растут и радуют меня каждый раз после линьки своими увеличившимися размерами. Так, говорит, надо же теперь понять, с какой стороны начинать. Распутаться, скажи, я распуталась, а вот как еду взять получше, еще пока не решила. Да, бери с литьбового направления, и у тебя уже нормально получается. Да-да-да. О, застроилась. Красотка. Твое, твое никто не отнимает. Тут кроме тебя и кошки Зины никто такое не ест. Катрель спокойно в свою очередь ждет в своем кабинете. Так что, бери, кушай, не стесняйся. У нее возникли какие-то сомнения, колебания. Обнюхивает пространство дополнительно. Ага, сама себя кормовый объект спрятывает. Все, потерялся. А, не, говорит, нашла, слава богу. Бывает. Бери, ешь, что ты делаешься. Во-во-во. Во, даже с головы. Супер. Значит, процесс пойдет быстро и качественно. У нас обычно прелюдии дольше, чем сам процесс проглатывания. Приятного тебе аппетита. Кушай. Красавица. Вот такой у тебя рисунок красивый. И шея все больше желтеет. Конфетка ты моя, карамелька. Давай, давай, ешь. С этого ракурса это выглядит примерно таким макаром. Челюсть нижнюю открывает как можно шире, чтобы делать перехваты. Причем перехваты, если внимательно посмотреть, совершаются поступательными движениями. Сначала, допустим, захват верхней челюстью с правой и нижней справа. Потом та же фигня с левой стороны обоими челюстями. О, сопли напускала. Перехваты делает. Видно, где-то лапа или голова там мешает. То есть сначала левой стороной, правой, левой стороной, правой. И так и наползает потихоньку. Так как половину запихнется уже легче. Вот, скажи, главную технику соблюдать. Исполнение. Ну да, там ей конечность мешает, поэтому она пытается перехваты сделать. Причем никто их этому не учит. Мама с папой, говорится, не воспитывает. Все это заложенные поведенческие программы. То есть много животных, если так вот разобраться, у них с малечку заложены программы поведенческие. Они не играют, не изучают мир как таковой, не познают его, не учатся. Они все сразу с малечку умеют. Если какая-то из заложенных программ не срабатывает, животное просто погибает. То есть, видно, не поставили правильное программное обеспечение. Грубо говоря. Так что вот часто наталкиваюсь на мысли, что большинство животных реально искусственные. А тут, кто может обучаться более-менее. Либо, так сказать, высшее создание немножко над другими. Либо живое. Как-то так. Ну, это из области моей фантастики, которую я пишу. Да, и мои чисто личные восприятия реальности. О, процесс пошел. Все. В желудок, скажи, буду запихивать. Все нормально. Ну, сейчас быстро верну имущество. Да будем катреля кормить. Имущество вернула. Расположила все вот таким макаром. Посмотрим, какой на этот раз она себе сделает дизайн. И через сколько дней она все это скомкает.